начинается типичная работа еще не все убежали еще переключились на это подписчиков дальше коротко про как подготовить яблоню к зиме благозарядка полю по белка защита побелку я сейчас только ругал до благозарядковый полив проверено мной на других этих как появились наши ребята начали тут у всех насосы начали делать зарядку деревья начали погибать весна вот стоит мертвая яблоня просто обидно страшно ну как же это же подходим с хозяином константинович не проснулась а я-то выступал по телевидению меня авторитет звонок справочники мы номер телефона самый популярный телефону справочники приезжай приезжаю я туда в щель представьтесь на он поливал и много поливал видимо думал что чем больше полив тем лучше и вот там вот так трещины радиальные я туда руку по локоть засунув а все знают что у корней ну есть официальные цифры 10 минус 15 встречается 18 ну все я правда не верю с этим цифром абрикосы давно уже подохли бы если бы они не выдержали 30-40 ну официально считается 18 поэтому ну и тут же надо же перекапывать перекапывать запретить так же ведь мы же уничтожаем этот самый теплозащитный слой запретить надо вот снег не трогать еще один слой значит гниение вот такого слоя когда дерево нормально очень много падает листы прямо по дереву и начинает гнить с выделением тепла нет это окажется тоже надо убрать все кто вот эти идиотские придумал перекопать от грести вот полить да еще скопать чтобы была черная земля а потом еще все это залить вот она стоит у меня якунница вот и все это вместе а потом смотришь я говорю руку засовывал по это щель по самый локоть вот это есть то самое это вот я не выдержал видите нет нет нахожу такое вот сфотографировал показать ну не понимаешь ты ну куда ты лезешь со своей побелкой вот дерево готовил зиме готовил зиме испаряло лишнюю влагу или еще возьмешь польешь еще многие же в сентябре в октябре еще листья на месте поливают поливают не дают дереву заснуть пока не испарит влагу лишнюю подчеркиваю лишнюю спасаясь задерживается листопад ну откуда это знать 8000 просмотров научила вот так это все как бы по ходу вот сейчас учитывая что я очень много полуса потерял на это самое на богоискательство если быстренько пробегаясь по остальным много накопилось вот такого и так со новыми еще 13 тысяч а 25 тысяч просмотров да мне не мечтать у меня ука через дерево тут будет 500 это максимум смотрите значит итак дерево дал трещину называется морозобойный так написано глубокие продонятые значит сделал ну ладно бы заделал ну хорошо бы взял бы задел ну трещина вот это тесла я вообще бы не делал делал сама если внимание 25 тысяч учил вы видели это вы видели нет вы это видели а он-то надеется в субботе 25 тысяч просмотров а пройдет время будет 250 тысяч просмотров вы это видели это лечение называть а а я по-другому не умею я как говорю не трогайте их вот садовый мир можно набрать садовый мир и попасть его на сайт можно пообщаться с ним вот вот садовый мир видите вот она это садовый мир вот вместо того чтобы ну кто-то этим всем командует у сайта есть хозяин а его задача чтобы побольше просмотров да вот тут 8000 просмотров тут я этих самых 25 тысяч просмотров а потом купи эту самую по белку купи краску купи это купи помните там было это самое мочевину господи только ради этого и видишь ты сотни тысяч ведь я вам обещаю смысл что это то куда за что людей то за что эти самом деле так 300 лечит из маленькой раны делать страшную смертельную она могла зажить могла у меня такие случаи есть фотографии вот 119 тысяч просмотров вы представляете человек взял под деревом раскопал ну где-то примерно тут получается три на три да если брать диаметр диаметр вдоль диаметр поперек пристольные круги лучшее решение а ты в лес ходи и посмотри что там прежде чем других учить ты видел там хоть один пристольный круг а чего ты взял получается если дерево зарощен пристольный круг как я говорю это значит плохо а раскопали получается дерево стало культурным оно больным стало поль брэк на минутку отвлеку вас помните я это самое гордился чем я буду пятиминутка как называется пятиминутка ну как бы здоровье мне к сожалению вы видели нет а грустным не будем то есть случаи когда я пытаюсь людей помочь подлечить но сейчас часто будет уже поздно мне же обширный круг вы догадываете еще влечь идет вот но я должен быть примером понимаете вот смотрите это уже 6 октябрь я должен быть примером и вот я к чему говорю несколько слов буквально несколько минут вот хотите отключайтесь выверчиво держу вас поль брэк чувство голодания учился по этой книге не получается и так и кроме этого наши врачи они самые продвинутые говорят да голодать можно но уже недолго день два три самое главное плавно войти в голодание вот поверьте я не самый худой но и не самый толстый я весил когда-то килограмм на 10-15 днем а таскать с собой вес это нагрузка на сердце на ноги согласны поэтому приходилось бороться со своим весом а как уж это хочется и вот я пробовал официально я имею право говорить смотрите я же голодал потом неделю голодал две недели голодал три недели голодал а вот чистая голодурка но как все через это не сказал через что никак у людей там полагается а польза огромная поверьте от голодурки но с этими как сказать с какими-то особыми уточнением уточнением смотрите сейчас работа на голодовку прошла вот это сами зад вот это вот и пока она ходила несколько миллионов пробовала голодать но некоторые ходили к врачу а везде была посоветуйте с врачом врач говорит так вот вы допустим едите как обычно но на 20% меньше съели но второй день еще на 20% меньше и вот последний день еще немножечко вы пятый день еще меньше едите ну уже почти голодайте но еще маленько еще едите и где-то на свой день наступает полный голодок миллионы людей благодаря этим советам современных докторов они иначе не могут сказать почему страшную тайну скрываем все кто нас учат как вот эти вот кто берил деревья да афотографии из интернета хоть деревья хоть люди они сами никогда ничего не пробовали ничего не умеют а советы имеют право давать тот тот кто это пробовал например итак когда я понял что на второй-третий день еще до голодовки далеко еще не похудел ни на грамм а жрать хочется сил нет и уже спать не можешь засыпаясь голодный потому что на второй-третий день половину упал рацион вот и уже спать не можешь пока не наешься на третий-четвертый день не начавшись голодовка заканчивается тогда железов сказал хватит дурюмается если брать с точки зрения вроде бы разумной значит наметил понедельник голодовку значит воскресенье я наедаюсь до отвала еще и с запасом приходит понедельник я есть не хочу только к обеду первые признаки голода но я настроен голодать три недели и я вхожу в голодовку вот здесь начинается самое опасное дело в том что вы видите там он у меня шок вот он на животе вот дважды его это в этом месте вскрывали то есть желтый пузырь раз и нету голодать опасно а надо значит выбираем золотую середину начинается учеба первое хочешь по-настоящему голодать да наелся до отвала до упора и после этого сразу уходишь в голодовку сразу это первое успеха второе абсолютно активный образ жизни вы поверите что это самое я на двадцатый день третья голодовка была двадцатый день на двадцатый день еще бегал на свидание абсолютно ничего не изменилось единственное что где-то на пятнадцатый день я не мог сидеть за рулем у меня начинало немножко перед глазами это только руль бросил и знаю что у меня внутри все колотится потому что я бегаю я прыгаю я активный образ жизни веду вот чтобы не было за стоя чего желчи за эти голодовки можно посадить желчный пузырь так что он камнями забьется и это надо знать и только тогда внезапная голодовка насытый желудок и активнейший образ жизни ну и конечно если еще сердце не посадил но когда я голодал мне было сорок лет для меня это было тьфу подумаешь там три недели не покушать как ходил с рюкзаком в горах так и ходил вот это что касается теперь почему голодовка сама по себе не приносит успеха сейчас скажу это немножко немного касается физиологии и так есть две голодовки есть два принципа питания первое раздельное это значит что желудок перерабатывает одну пищу работает один тип фермента мясо перерабатывает второй допустим суп через некоторое время вот помню детство Ленина якобы его мама так же а вот это придумал когда мифы создавали о Владимире что у них раздельное питание у них пропагандировалось поели подождали снова поели вот или там 10 минут при этом происходит это растворение пищи чистая при этом работает ферменты как положено по очереди вот желудочный сок максимальный и происходит это вот тут заковырившись в следующем наш организм требует наркотиков не пугайтесь речь не идет о синтетических наркотиках и даже не о мархане который считается естественным продается в Голландии нет речь идет о наркотике которые производят желудок и вы можете это знать и понимать что наркотик тот самый алкалоиды и кофеины производят организм в кишках самой попадает саму кровь и это и есть наше хорошее настроение поели сытость но при раздельном голодании этого не достигается вот почему потому что для того чтобы вырабатывался этот самый это очень самый важный момент извините говорю что хочу нигде не читал сам придумал вот это значит что и когда вы за праздничным столом берете вилку перед вами 10-20 бурят я ничего не напутал новый год 8 марта и вы вилка ваш этот самый то 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 забыли про все диеты праздники вот все это попадает в один желудок все смешивается и происходит не растворение пищи правильное ображение и ваш желудочно-кишечный тракт превращается в самогонный аппарат брожение то есть если до этого он производил пищу для клеток тепло производил и энергию то при брожении часть этого добра все что мы проглотили превращается в алкалоиды вот и с этим бороться невозможно вот так вот то есть можем на раздельном питании посидеть можем похудеть вспомним на эту Аллу Пугачеву еще кого-нибудь вот но пройдет время и вас достанет то что организм крови как только снижается уровень а он обязательно снизится при раздельном питании или при этих самых при диетах обязательно его будет не хватать вот вы будете испытывать чувство тоски голода вот вы будете вся жизнь будет отравлена пока вы снова не в один этот самый в одну кучу не смешаете жиры белки углеводы вот и вспоминаем женщин которые сидят на диетах и на пирожных им даже алкоголь не нужен вот столько будет алкоголя в крови а значит их это ну сопутствует этому как правило лишний вес вот я что хотел сказать и хочется и колется вот надо ли голодать вот так как я по 2-3 недели вот рискованно было желчный пузырь то отрезали вот нельзя застой делать застой рискованно а склонность к полноте склонность к избыточному питанию к отложению жира она генетическая надо ли руки опускать нет вот он видите значит удерживаться на самом краю хотя бы на самом краю вот как ну я же сам себе пример минутка пятиминутка закончена так 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 вот шкаф вот 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 это можно